В Петропавловске асфальт кладут прямо в грязь и лужи. Об этом свидетельствует видеоролик, снятый одним из жителей города в микрорайоне Горизонт. Он быстро распространился по социальным сетям и мессенджерам и вызвал негодование камчатцев. По комментариям людей, смотревших видеозапись, там, где кончается асфальт, сразу же начинается грязь. Слой ощебня, который по логике вещей должен выступать, не видно. Практически сразу после ровного слоя новенького дорожного полотна виднеется грязь. У многих наблюдателей сложилось впечатление, что асфальт укладывали прямо в лужу. Для того, чтобы разобраться в ситуации, на место прибыли представители мэрии Петропавловска. Как заявил чиновникам подрядчик, обвинения в адрес его работников беспочвенны. Он утверждает, что автор видео намеренно исказил процесс укладки асфальта, а на самом деле его бригады работают как надо. Асфальтобетонное покрытие выполнено согласно всех ГОСТов и СНИПов. И качественно. И щебень лежит, и асфальт. Все сделано очень качественно. Уплотнение произведено только специализированными катками фирмы Катерпиллер. Поэтому качество очень высокое. Тем не менее, рабочим пришлось взяться за отбойные молотки и вскрыть дорожное полотно для того, чтобы наглядно продемонстрировать, что асфальт уложен все-таки на щебень, а вовсе не в грязную лужу, как утверждает автор видео. Состав всех слоев тщательно исследовали, а его толщину даже замерили. Отдельно подрядчик обратил внимание присутствующих, что следы влаги во вскрытом асфальте отсутствуют. Заказчик работы им выступает городская администрация. Результатами замеров остался доволен. Нам граждане сообщили, что здесь якобы укладывается асфальт в грязь, в лужу. На самом деле, мы сделали две контрольные вырубки, они здесь мы все можем наблюдать. Подрядчик дал свои пояснения. Асфальт уложен у нас на щебеночное основание. Толщина на щебеночное основание 7 сантиметров. Толщина асфальта у нас 10 сантиметров. Это мы все здесь убедились. Никакой здесь грязи, земли здесь нет. В городской администрации пояснили, что работы выполнялись таким образом, чтобы можно было избавиться от огромной лужи, которая из-за отсутствия ливневки появляется на дороге после каждого дождя. По планам строителей дорожному полотну придадут уклон, так чтобы вода больше не скапливалась на проезжей части. В мэрии отметили, что выполнение дорожных работ контролируют на стадии приемки. А подрядчик несет ответственность за их качество. И, конечно, такие работы, конечно, не принимаются. Выписывается претензия подрядной организации, и все недостатки он строит за свой счет. Здесь такого у нас не происходит. Подрядчику невыгодно делать данную работу некачественно, потому что он несет ответственность. В городской администрации добавили, что больше всего удивлены претензиям к работе именно этого подрядчика. Ведь, по их данным, компания, выполняющая ремонт на космическом проезде, в этом бизнесе уже более 20 лет. На сегодняшний день располагает солидным и одним из лучших в городе парков техники, а к качеству выполненных фирмой работ претензий никогда не возникало.